Приветствую вас! На мой взгляд, вопрос, который вы задаете, оказался немножечко некорректным. И я предлагаю пояснить, почему. Вопрос не в том, почему вы в своих почти 33 года не хотите иметь ни семью, ни детей. А вопрос в другом. Почему вы считаете, что вы должны хотеть иметь семью и детей в свои 33 года? Понимаете, у данного аспекта есть как бы две стороны. Первая сторона – это то же, что вы никогда не хотели иметь детей и семью. И на вас добивалось общественное мнение, как раз на вас оказывало влияние оно. И, в общем-то, вы чувствовали себя не такой, как другие, да, то есть ненормальные. И для того, что вы не хотите иметь семью и детей. То есть это вопрос, скорее, больше социального противопоставления себе. Или же, или же у вас было изначальное желание иметь семью и детей. Но случилось так, что по некоторым причинам, по каким-то причинам, что-то вас от этого очень сильно отвратило, да, что-то вас отвратило. Отвратило от того, чтобы как раз-таки иметь семью и детей. То есть вы для себя в этом видите некое, может быть, какой-то негатив, может быть, что-то ненужное вам и так далее. И вот именно в том, как вы воспринимаете свою семью и своих детей, да, тут вот возможность иметь семью и детей, в качестве негативного чего-то или в качестве ненужного чего-то. И люди разбираются. Потому что если это негатив, то у негатива есть свои причины. Если это ненужность, то ненужность это скорее личностный выбор. И вам совершенно необязательно иметь семью и необязательно иметь детей и делать видные возрасти и ни в чем-то еще. А дело в том, что вот просто есть такие люди, которые не хотят иметь ни семью, ни детей. Ну, ненужно им это. Такое бывает. И, конечно же, общество по многим причинам таких людей подавляет. Потому что эти люди не похожи на других, да. Эти люди выделяются. И тем самым эти люди несут угрозы для общества. А это, естественно, неприятно. И именно с этого аспекта определения вашего отношения к семье, я думаю, вам стоит начать анализировать себя. Потом вы можете прийти к определенному выводу о том, что, например, нужна вам семья, допустим, или не нужна. Если не нужна, но вы боитесь, или чего-то опасаетесь, или на вас в этом есть что-то негативное, ограничивающее вас, то понятно, что с этим нужно разбираться. И понятно, что разбираться нужно довольно-таки хорошо. Потому что если вам семья нужна, то вы будете по сути дела испытывать свою нереализованность. Вы будете ощущать свою нереализованность. А если вам семья не нужна, то полагаю, что нужно помочь вам разрешить социальные противоречия. то есть адаптироваться правильно к тому, что от вас будут требовать, чтобы вы создали семью и родили детей. Просто потому, что обществу это нужно. Обществу, но не вам. Вот это нужно понимать. Понимать четко и проводить четкую грань между этими двумя моментами. И в зависимости от того, какой момент для вас является более актуальным и и с ним работать. Потому что специальные противоречия это одно. Личностное отношение к бряку и детям, к семье и детям это другое. и еще один важный момент, о котором мне хотелось бы упомянуть. Дело в том, что вы сами того не отодновая. Вообще-то совершенно правильно ставите вопрос. Вы правильно делаете, что не хотите семью, не хотите детей. Потому что у вас нет мужчины, которым бы вы могли все это адекватно построить. и тогда набрасывается несложный вывод, что семью и детей можно хотеть только в том случае, если у вас есть соответствующий подходящий вам по ряду критериев, да, мужчин, мужчин. Если мужчины нет, то тогда соответственно нельзя говорить о том, что у вас может быть семья и могут быть собственно дети. Потому что это не тот процесс, который происходит как-то вот только лично по вашему желанию, да, это тот процесс, который происходит по большому счету как наивный процесс, наивный процесс двух людей, вот, двух людей, но не одного человека. и вот это я тоже хотел бы, чтобы вы для себя как бы понимали и чтобы отдавали себе в этом отчет. Ибо это на самом деле это важно. Вот. Вот такие вот три момента, которые я хотел на вас донести. вам стоит подумать, вам стоит подумать о том, какие реально из этих моментов вас волнуют, какие реально из этих моментов для вас актуальны. И исходя из этого уже вы вместе с психологом или самостоятельно возможно будете разбираться с той проблемой, которую вы обозначите в результате вот данного аспекта. Это было бы правильно, это было бы верно и это было бы логично. То есть логично сперва определить что же вас все-таки беспокоит в этом вопросе, который вы нам задаете, да, что же вас все-таки волнует. поможем уже потом после этого после того как ну понятно да, о чем идет речь, после того как будет понятно что вас беспокоит, уже после этого можно будет речь как раз о том значит всем вам можно помочь в этой ситуации. Вот. Так вот я думаю можно ответить на ваши вопросы, надеюсь что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, буду рад помочь, пишите пожалуйста в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго, принятия верного решения относительно своей жизни и дальнейших успехов. До свидания.